Приветствую вас, Екатерина, вы сами чего хотите в этой ситуации, потому что вы говорите помогите разобраться, но у меня есть такое стойкое ощущение, что хотите вы, чтобы мы помогли вам разобраться в вашем бывшем музыке. Вот, поправьте меня, пожалуйста, если я ошибаюсь, вашем бывшем муже мы разобраться вам не сможем помочь, потому что это другой человек, это вообще-то третье лицо, и говорить про него несколько неэтично. На мой взгляд, вывод, поэтому обсуждать его, мне кажется, не имеет никакого смысла. У вас есть, как мне кажется, в первую очередь вопрос гордости, то есть вам что-то хочется, вы себя сдерживаете, например, вам что-то нужно, и вы себе это не позволяете. Не совсем ясно, какие чувства вы испытываете к своему мужу, потому что, ну, от этого можно было бы отталкиваться, в принципе, да, то есть, ну, в зависимости от того, какие чувства вы испытываете к своему мужу. Ну, вот, можно отталкиваться уже будет в вопросах проявления этих чувств, то есть, не хотите, условно говоря, там, спрашивать у мужа какие-то вещи, ну, не спрашивайте, дело важное. Вот, если не хотите, но можно было бы посмотреть, какие чувства вы испытываете к мужу, ну, к бывшему мужу, я имею ввиду. Вот, какие чувства вы испытываете к нему, и посмотреть, как можно было бы их проявить. И, соответственно, уже получить какую-то реакцию на это со стороны человека и уже исходя из этого делать какие-то выводы. Следующий важный момент это то, что вы развелись, если вы развелись, значит, у вас были какие-то проблемы в отношениях, я так полагаю, и... И, соответственно, эти проблемы, они, скорее всего, не решатся. Ну, если вот вы будете, если вы опять, будете вместе, ну, вот, потому что проблемы нужно решать. Вот, да, проблемы нужно решать. Вот, это очень-то, и так, что мы проблемы решили. Ну, то есть, это очень-то, и так, что те проблемы, которые были на решение. Вот, и, соответственно, это нужно подкорректировать, потому что, если вы сойдётесь, например, проблемы, которые имели место ранее останутся, вот, то разрыв будет ещё более болезненным и ещё более болезненным это будет для вашей дочери. Вот, поэтому тут всё предельно, предельно мне кажется, очевидным вывод, мне кажется, тут предельно, предельно мне кажется, всё, понятно, вот, в этом смысле. Но ещё важный момент, то, что вы себе не доверяете, вы пытаетесь, вы хотите, чтобы муж предложил, хотите, чтобы он что-то сделал, но не вы сами, потому что желание есть с вашей стороны, и вот этот, наверное, аспект мешает вам устраивать отношения, устраивать искренние отношения, потому что вы говорите, это не гордо. Так не имеет значения, гордо или нет, если мы, например, говорим про устраивание искренних взаимодействий между вами, например, и вашим мужем. Но не поэтому люди, в том числе, вы развились, что оперировали вот такими понятиями, как гордо или не гордо. Я не знаю, повторюсь, я не знаю, как отстоять дела, безусловно. Но мне кажется, как минимум, что что-то из этого в конфликте могло быть за месяц. Вот. Хотя, безусловно, я не в курсе, но до конца не в курсе, я не знаю. Вот. А, понимаете, ведь штука всё, всё, в гордости ничего плохого нет, но каждый случай гордости, он индивидуален. И иногда, особенно, когда гордость проявляется там, где есть наше желание, там, где есть наши потребности, вот именно там, это уже скорее идет очень серьезный малышевой вариант, вот, для человека, вот, для отношений, для взаимодействия, для искренности, вот. Вот. Понимаете? Какая штука. Поэтому, очень бы хотелось, чтобы вы обратили на это внимание. Но самое главное повторюсь, чего вы хотите. Вот. Потому что если вы чего-то хотите, это всегда будет иметь определенную цену. Вот. То есть вам нужно что-то сделать, чтобы получить то, что вы хотите. Или чтобы реализовать то, что вы хотите. Вот. Вот. Ну, а лично мне показалось, что вот нам уже есть определенная обида. Вот. Вот. И такое ощущение, да, что вы считаете, что вот он, там, не знаю, а он, например, виноват, ну вот в том, что, в том, что произошло, к примеру. Он виноват. Он виноват. Раз он виноват, значит, он должен вот что-то делать. Значит, он должен ситуацию разруливать. Ну, грубо говоря. Вот. Так не сказал. То есть, вполне возможно, что изначально неплохо было бы вести речь про ваши чувства. Вот. Может быть, поработать с чувством обиды. Вот. Может быть, поработать с негативными переживаниями, которые у вас могли остаться. Вот. Я имею ввиду, я имею ввиду к мужу именно. Вот. Понимаете? Какая штука. Вот. Вот. Поэтому здесь важный момент. Вот. Здесь важный аспект. Я надеюсь, что вы будете к этому тоже внимательны. Вот. Не совсем лично для меня. Понятно. Вот вы, вот вы говорите, что вы наладили отношения со всем дочерь. Совсем понятно, почему вы наладили отношения со всем дочерью. И ради дочери. Если вы ради дочери, то вы большая молодец. Но у меня складывается такое впечатление, что вы это делали не только ради дочери. У меня складывается впечатление, что делаете вы это для себя трудно. В этом ничего плохого нет. Может быть вам сложно признать свои чувства или еще сложнее обстановить какие-то свои ошибки. Если так, то можно научиться. Вот. Только вы, опять же, сами для себя решите, что вам важнее. Образно говоря, оставаться гордой. Или все-таки, ну, жить. Потому что очень часто гордость и жизнь не совсем совместимы, к сожалению. Вот. И гордость делает человека весьма одиноким. Не всегда. Не всегда. Не всегда. Не везде. Не нужно воспринимать мои слова как панация. Или как директиву к тому, чтобы откинуть любую гордость и позволить делать с собой все, что угодно. Вот. Просто, если у вас такой вопрос возник, то, скорее всего, вам тоже чего-то хочется. Скорее всего, вам тоже возникают какие-то чувства. Может быть, имеет смысл в них разобраться. Вот. Увидеть, что конкретно вы чувствуете, что конкретно вы хотите по отношению к мужу. Может быть, про совместное проживание еще рано вообще говорить. Может быть, у вас обид достаточно много, чтобы говорить про совместное проживание. Вот. Вот. Знаете, какая штука. Вот. Поэтому не нужно прописываться. Вот. Начать жить вместе вы всегда успеете. А вот разобраться в своих взаимоотношениях это важнее. Как мне кажется. Вот. 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 Поэтому я высказываю такую позицию. Вот. В целом у меня создаётся впечатление, что вы больше играете сейчас. Вот. Как-то вот на этих, как, вроде бы, люди хотят одного и того же, да? Плюс-минус. Но никто не хочет делать первый шаг. Да? Как-бы, то есть, муж ваш первый шаг делать не хочет. Вы, как-бы, тоже первый-первый шаг делать не хотите. В итоге статус стоит. Но может стоять, на самом деле, не очень долго. Вот. И раздражение, которое, например, есть у вашего мужа, оно может копиться, оно может накапливаться, оно может дальше проявиться весьма деструктивно. Вот. И вас, в принципе, ну, могут обвинить в чём-то, да? И вы можете обвинить мужа, там, я не знаю, в какой-то вот, ну, может быть, пассивности, да? Вот. И в том, что, ну, надеюсь, не оправдал, к примеру. То есть, эта ситуация, мне кажется, ведёт в никуда, в никуда. Ну, вот. И последнее, на что, пожалуй, я хотел бы обратить ваше внимание, это вот, на мой взгляд, определённое противоречие, которое есть в вашем сообщении. Вы говорите, что ничего спрашивать у человека не будете, да? Вот. Потому что это негодно. Но. Разобраться вы хотите. Только не совсем понятно, в чём вы хотите разобраться. Особенно не спрашивая другого человека ни о чём. Для меня загадка. Вот. Или вы думаете, что, что психологи мысли читают людей? Что для меня, мысли, мысли они, мысли, 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 мыслим, А вот, а нализом и материал, который приводит к предоставленному клиенту. И все. Да, это было бы что-то хотел бы что-то, как я и сказал, что это. Ну это, на мой взгляд, непрофессионально вообще, этим может заниматься кто угодно абсолютно. Любой человек вам для этого, мне кажется, не нужно, ну, вам для этого, мне кажется, не нужно обращаться даже к психологу. Вот, достаточно, достаточно, просто, ну, сейчас, позадавать вопросы, ну, где-то, да, просто где-то. А, если, то есть, мне кажется, чтобы вот такой момент тоже имеет место быть, ну, по крайней мере, с моей точки зрения, это так. Вот, в целом, в целом, по каждому. Больше у вас, как, ну, как мне показалось, у вас больше, больше таких, эм, симбурных, достаточно чист. Вот, к своему мужу и вы, вероятно, не очень пока что понимаете, чего хотели бы дальше. Вот, мне кажется, что в этом смысле психолог был бы идеальным помощником для вас. На этом всё, надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой. Я бы сказал, что вы боитесь сближения, что означает у вас проблему с выражением своих чувств и личными границами. Поэтому можно надеяться работать. А желаю вам всего самого доброго. Спасибо. Продолжение следует...